Номер 592 события дня Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. За 27 июля 2017 года пишет, спаси вас Христос Игнатий. Почему православная церковь прославляет князя Владимира? Ведь это языческое имя, а ведь крещеный он Василием и так далее. Александра Невского, а не Алексея, Ольгу, а не Елену, то есть какое имя принято было имя в святом крещении. Мы же православные. Вопрос, а зачем мы крестимся? А как жить по Евангелию? Ну, в первую очередь, то, что вопросы задают, это я их задавал, вопросы впервые озвучил, и нигде их не встречал. Почему? Ответа нет никакого. Языческий дух. После принятия того, там биографии-то никакой нет, уже смертный час подстригает надуманные эти схемы, а ничего нет. А дальше за что прославляет? Любил Отечество. Любил Отечество. Какое? Небесное или земное? И далее. Вроде бы всю жизнь прожил на одних акапистах Александр Невский. Ну, неправда. Любил он военное ратное дело, любил свое земное Отечество и все проще. Надо говорить как есть. А за это прославлять отдельно? Ничего нет. А то, что принял, сам никак не отразилось ни на имени, ни на чем. Все Владимиры, 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 куда ни покинь, Володьки одни. И все это языческие имена. Во Владимире он ничего не делал. У Соломона, если было тысячу жен наложниц, то это две тысячи. И брата родного убил, все не хватало ему. Так что вопрос решенный. Язычники канонизируют, тогда выходят. Больше им нравится языческое. И канонизация вообще не евангельское дело. Оставьте до суда. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь, и не осветится крытое во мраке. Помышление, намерение, сердечное. А помышление, намерение, сердечное очень трудно сказать. Представьте, святой приходит в город, весь город движение. Печальное. Сто лет раз раздается такой праведник. А он пришел в гроб и видит, сатана душу вынимает трезубцем. Почему никто, кроме Паисия или Сесоя Великого этого не видел? Это неоднократно. Макарий Александрийский в храме стоит. Все видят, ой, с причастием, с причастием поздравляет. А он видит, как Эфиопа, по-русски сказать, демоны. Бесы, черти рогатые, в рот сует уголь вместо причастия. Ничего и нету. Безумие одно. А и священник прищищает, и архиерей тут стоит. И никто не видит, какое злодейство совершается. Возьмите Семена Столпника. Люди хоронят. Священники со святыми у покой. Поют. Добрый человек жертвовал на монастыре. А он видит в это время толпы бесов, демонов. Кропят зловонной водой, сыпьют пепел. Будьте вы проклятые христиане, человека, совершившего все злодеяния прокурора края города. И вы со святыми у покой. Это возьмите. Это я из жития святых Дмитрия Ростовского только беру. Ответ никакого нет. Изыщество. Для меня все ясно. Я православный. Если стало за плуг, больше не оборачивайся. Сам по себе возникает вопрос. Почему-то сердце не может этого принять. Почему языческое вид на небе? Он записан Василием. Ведь молитв за Владимира небо не слышит. Правильно. Волик Наталья. Я говорю, что впервые вместе озвучил. Я видел, а ты говорил, мои вопросы. Только один ответ. Опять Наталья Чернова теперь. Мир вам, Игнатий Тихонович. Продолжаю слушать ваши лекции и события дня. Спаси Христос вас за ваши труды. Вспоминаю первое своего боевое крещение на плотине, то есть на Рыжевском пруду, где носили песок. Не песок, а глину. От меня привет всем братьям и сестрам. Хорошо, я передаю Наталье. Мы хорошо побыли с вами. Вы тут и на кухне работали. Как там Илюша? Пусть не забывает, что у него тут было. Потому что сегодня, кажется, наказание не в радость. А потом, наученный горьким опытом, он понимает, это единственное было полезное. Главное событие вчерашнего дня для нас закончились. Работа с бульдозером. Все, я его отпустил. Он попросил дать, ну как, список часов, какие он выработал. Восемьдесят один час он проработал здесь. В основном, ну это десять дней. В воскресенье приехал, и в четверг он закончил все. Что можно было сделать? С восемьдесят, кажется, второго года изготовление этот бульдозер, и гусеница слетали, и так трудно было надевать. Но главное для меня, это первый-второй мостик сделали. Ну и здесь гору Глиняную снес он вчера. Вот. Бульдозерец Арсеньев Виктор Михайлович. Шестьдесят шесть лет. По-хорошему расстались. Очень даже. Я ему написал бумагу. Все это в присутствии Романа Малыша. Тут расписался как свидетеля. Теперь, вот сегодня, сейчас еще шести нету. Мы уже все вещи собираем, чтобы на канал, где соединяет первый-второй мостик, успеть. Теперь они все против, чтобы воду поднимали, а я за то, чтобы поднять. Столько труда вложили, приподнять, чтобы можно было потом рыбу оставлять на зиму-то. Вот такое дело. Если Господь, конечно, благословит. Сегодня я. Дорогу тут маленько подправили. За это время выкорщил он, какие нужно было деревья, и маленькие, большие. Довольно. Я говорю, вы-то довольны? Ой, что тут. Каждый день все распределили, кому в какой день. К шести он сказал, чтобы завтрак был. Так и делали. В два часа Никита нам привозил на поле. Я там изобретение, в кавычках, сделал. Военная палатка, два на два метра. Всяко натягивали. И пауты там, и все, и ветер, и дождь. И, наконец, додумался, что посредине этот кол держит, который полметра, а другие колышки привязывайте на высоте 5 сантиметров от земли. И проветривает, и от жары спасает, и паутов нет, и дождь не достаёт. Ну и клеёнка ещё с собой там была. Я уже тут даже ролик составил. Вот события дня вчерашнего. Очень напряжённо было. Трудно. Тут большие пни он выворачивал. Как-как. Ну и сегодня песок заказал КамАЗа 4 или 5. Поэтому расчёты, за расчётом он приедет. Это их Чернышёв, Валерий Владимирович. Братья сейчас приготовляют. Это события дня. Для нас это важное событие. Мы же в деревне всего лишь. Для президента важное событие. Такого масштаба. Большего. Для Щубайса, мирового. Ну и вот. Показать наши ресурсы. Что я давно не показывал. Первое. Самое. Найглавнейшее. Это. Вот тут. Что оно у нас тут? Мой мир. Вот оно. В моём мире. Добровский. День рождения. Тут я их всех поздравляю. И ставлю по 10 роликов в основном на нашем видеоканале. И поставлю, когда потом переношу в мой мир. Вот что здесь выставлено. На моём мире. Вот так. Маша, мама её, Мария тоже. И вот дальше форум наш. Большой форум. 1600 тем. Вот он как выглядит. Регистерируйтесь. Очень грамотно составленный. И уроки тут дают события. Вот 14 дней посмотрели. Сегодня тыковые стояли. Один час назад. Маша за ним могла. 31 человек. Копщики тут. В бульдозере 41. Ну, кому-то что-то нравится. Меньше всего популярность златоуста. Вот так. Это уже определённо. Сегодня уже не успеваю. Не показал ещё наш православный библейский сайт. Я по одному вопросу брал отсюда. Вопрос 1419. Пятый том. Открытый моком. Где-то я читал, что полезно всегда перед мысленным взором иметь образ Христа. Иногда он представляется. Иногда рай. Это не вредно. Ответ. 1 Коринфянам 2.9. Это я давал ответы в университетах. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку. Что приготовил Богу любящим его? Напротив, то святые настойчиво советуют не иметь никакого представления вообще о небесном. И тем более, когда молишься. В некоторых житиях есть описание рая, но потом в подсрочнике указывается, что это всё образно, а не буквально нужно понимать. Евангелие от Иоанна 4.24. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине. Тем более, представлять какого-то самого Христа как-то невозможно. Это, конечно, связано с тем, что этим воспользуется точно сатана и представит образ Христа или ангела. 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Эти бедные селения – это скудная природа, край родной долготерпения, край этой русского народа. Не поймёт и не оценит гордый взор на племенной, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной. Удрющённой ношей крестной всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Фёдор Иванович Тютчев. И вопрос 1897, седьмой том открытым оком. Всегда ли нужно быть с опущенными долу глазами и жить по принципу «моя хата с края, и я ничего не знаю»? Ответ. Да отнюдь никогда пусть не сбудутся эти слова на нас. Нужно жить активно, перед Рисом Божиим, ревностно. Если мы не перехватим инициативу, то враг воспользуется нашей медлительностью и возьмёт верх. События внезапно меняются. И в сторону благочестия, когда на арене активный боец, они рохли. Только что ходили хозяевами жизни Валовы, жрецы, и мгновенно порок Илья изменил положение и познакомил их с секирой и потоком крови и воды. Третье царство, 1740. И сказал им Илья, схватите пророка Валовых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвёл их Илья к потоку кессона и заколол их там. Вот ведут невинную жертву, оболганную судьями. Внезапно активный юноша кричит и мгновенно меняет ситуацию, и уже меч пройдётся по шее у обеих судей неправедных. Даниила, 1345-62. И когда она введена была на смерть, возбудил Бог святой дух молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом «Чисти от крови её!» И поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисеева и умертебили их. И спасена была в тот день кровь невинная. Николай Чудотворец, 6 декабря, избавленный от смертной казни, мужи, видя себя неожиданно возвращенными от близкой смерти к жизни, проливали горячие слёзы и спускали радостные вопли. А весь народ, собравшись там, воздавал благодарение своему святителю. Прибыл сюда и правитель Евстапий, и хотел подойти к святителю, но в годник Божий с презрением отвернулся от него. И когда тот упал ему в ноги, то оттолкнул его. Вот Николай Чудотворец, почему про это не говорят? Оттолкнул, отверг. Всех любить надо, всех привлекать надо. Почему я вставь я не принял? Быть человеком – это так непросто, но с молодых ногтей тому учить. Ему одежда точно ли по росту? На недостатке не искать причин. Быть личностью, да с яркостью таланта, душой ни перед кем не покривить. Не искалечить душу перед церковной бандой, и из себя не разрешать веревки вить. С лесом несумрачным, всегда с открытым оком, взирая на тех, кто рядом и вокруг. В глаза скажи, хотя и выйдет боком. Враги все никогда не перемрут. Не просто устоять при передрягах, свои ошибки трезво сознавая. Уметь вновь отстирать свои наряды, хотя б враждующие пятнами сновали. Быть человеком – им и оставаться, прикатывать их в стороне и на чужбине. Не любодействовать с мирской продажей властью, таким отобразить дочурки в сыне. Оставившим мстителей, стремящихся к добру, через смирение достигая цели. Стой за слова, хотя их переврут, когда они священный смысл имели. Будь человеком даже для калеки, запрета нет, сознаться, что горбун. Стан, распрями, сагбенные колени, не ждать же исцеления в гробу. Не угосись, светильник, разожженный на высоте, достойно закрепись. Ударь в наба среди глухих и сонных, и ощутишь бессмерти только жизнь. Твою осанку лизаблюд осудит, трусливый взахается, гордостью ославит. Они, как все толпа, зовут их люди. Будь человеком просто, не заглавный. 18 сентября 2003 года. Вопрос 2113. Восьмой том, открытым оком. Что в диспутах приносит победу, звание или знание? Ответ. Благодать Духа Божия, когда человек весь отдан на служение Богу, делает его доводы неотразимыми. Деяние 4.13. Видя смелость Петра и Анна и приметив, что они люди не книжные и простые, а не удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Лука 21.15. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Деяния 6.10. Но не могли противостоять мудрости и Духу, которым он говорил. Спиридон Тремефюнский. 4.13. Блаженный Спиридон, человек не ученый, знавший только Иисуса Христа, просил отцов позволить ему вступить в состязание с этим мудрецом. Но святые отцы, зная, что он человек простой, совсем незнакомый с греческой мудростью, запрещали ему это. Однако святой Спиридон, зная, какую силу имеет премудрость, свыше, и как немощно перед ней мудрость человеческая, обратился к мудрецу и сказал, «Философ, во имя Иисуса Христа выслушай, что я тебе скажу». Когда же философ согласился выслушать его, святой начал беседовать. «Един есть Бог, — сказал он, — сотворивший небо и землю, и создавший из земли человека, и устроивший все прочее, видимое и невидимое, словом своим и духом. И мы веруем, что Слово есть Сын Божий, и Бог, который, милосердившись над нами, заблудившими, родился от Девы, жил с людьми, пострадал и умер ради нашего спасения. И воскрес и с собой совоскресил весь род человеческий. Мы ожидаем, что Он не придет судить всех нас праведным, что Он же придет судить всех нас праведным судом, и каждому воздаст по делам Его. Веруем, что Он одного существа с Отцом, равное с Ним власти и чести. Так исповедуем мы, и не стараемся исследовать эти тайны любопытствующим умом. И ты, не осмеливаясь исследовать, как все это может быть, ибо тайна эти выше твоего ума, и далеко превышает всякое человеческое знание. Это Татьяна Капустина проверяет меня. Будет. Затем, немного помолчав, святой спросил, «Не так ли и тебе все это представляется, философ?» Но философ молчал, как будто ему никогда не приходилось состязаться. Он не мог ничего сказать против слов святого, в которых видна была какая-то божественная сила во исполнении сказанного в Святом Писании. 1 Коринфянам 2.2 «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». 1 Коринфянам 4.20 «Ибо царство Божие не в слове, а в силе», наконец он сказал. «И я думаю, что все действительно так, как говоришь ты». Тогда старец сказал, «Итак, иди и прими сторону святой веры». Философ, обратившись к своим друзьям и ученикам, заявил, «Слушайте, пока состязание со мной велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие, и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательств от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то уверует во Христа и вместе со мной и допоследовать за всем старцем, устами которого говорил сам Бог». И философ, приняв православную христианскую веру, радовался, что он был побежден в состязании с святым на свою же собственную пользу. Радовались и все православные, а еретики потерпели великое постсоромление. Дуло 15 июня. Тогда Максим, желая сквернить святого жертвоприношением, сказал предстоящим слугам, «Вложите в рот его жертвенное мясо и вино». После этого блаженный сказал, «Если ты и весь твой богомерзкий жертвенник измоешь, и все это вольешь в уста мои, то и тогда немало этих мест сквернишь раба Божьего». На этом мучитель воскликнул, «Во, смотри, окаянный человек, ты уже вкусил жертвенную от наших алтарей?» Святой мученик на это ответил, «Все это нисколько не бесчестит меня, бемерзостный и безумный порабитель». После этого святой мученик сказал, «Безумный, разве ты не знаешь, что отец твой сатана научил тебя сделать это?» Зарытое таланты, как найти, пока хозяин грозный не вернулся? Все правильно, подняться до пяти, одеться в праведность, на проповедь обуться. Родители мои, затем учителя, «Увы, ах, вам Бог меня доверил! Вы видели, любил я дурака валять, во мне сквозняк, не запертые двери. В вас на суде, конечно, будет спрос, как, почему бурьян в душе крапива? В упрямстве и походливости рост, с друзьями выпивки и без разбора чтива. Протяпать прополоть еще бы можно, сжигая розгой строгим получением. Не потакать, держать в запретах, строже напоминать о вечности, мученье. Мой огород и одичавший сад примером трудолюбия не стали. Нежатая делянка, полоса, а грехи каменистые местами. Неразвитость, упрямство, бесшабашность, переплелись с беспечностью и ленью. Такой засев пугающий и страшный, слезами жгу поутру на коленях. Уверовав Христа, беду увидел эту, считая Библию, осмыслил, осознал, как много добрых песен не пропета, и в мыслях не полет, мышиная возня. Теперь непредставимо, отдаленно, каким бы мог я быть и как прожить, намного раньше, больше выдать пленок и приумножить честные гроши. Я на молитве страхи озираюсь, припоминаю детство, юность, зрелость, седой бородой слезинки утираю, на милость иеговы лишь надеюсь. Ну вот так на сегодняшний день все.